Как углерод хранится в почве? При фотосинтезе растения поглощают СО2 и солнечный след. Они выделяют кислород и производят сахара, углеводы и другие длинноцепочечные молекулы, состоящие больше из атомов углерода. Растения выделяют до 40% веществ, богатых углеродом, в почву в форме эксудатов, чтобы накормить грибы и бактерии. Они делают это, чтобы поддержать рост популяций полезных организмов, так как в итоге растению вернутся нутриенты. Пожалуйста, посмотрите ролик о круговороте нутриентов. Грибы изредка производят плодовые тела, но это лишь малая часть того, как они растут. Большинство грибов состоит из гифов, тонких нитей, подобных сетям и состоящих больше из углерода. По мере роста грибные гифы становятся все длиннее и все больше разветвляются в разных направлениях в поисках новых источников пищи. Со временем их стенки становятся все толще и толще, сохраняя все больше углерода, пока грибы продолжают поглощать эксудаты от растения, а также органику в почве. Как это может помочь в борьбе против изменения климата? Самый большой единый организм, найденный на Земле, был гриб в штате Орегон, который был размером в 1665 футбольных полей и возрастом от 2 до 8 тысяч лет. За долгий период времени скопилось много углерода. Это своего рода углеродный насос. Атмосферный углерод поглощается растениями и закачивается в почву, где он хранится сотни лет грибными гифами. Этот процесс называется почвенное депонирование углерода. Насколько эффективным может быть почвенное депонирование углерода в борьбе против изменения климата? Оценки варьируют, но здесь обоснованы скромные цифры. Атмосферные уровни углерода в данное время чуть выше 410 миллионных долей. Это совершенно запредельно. Если проанализировать последние 450 тысяч лет, климатологи способны сделать это, использовав образцы ледяных кернов. Ранее это число не превышало 300 миллионных долей. Красная линия на графике — это изменение температуры. Как видите, есть четкая корреляция между температурными изменениями и атмосферным СО2 за последние 450 тысяч лет. Если температура продолжит расти в соответствии с текущими уровнями СО2, то мы увидим значительные изменения в нашей среде обитания. Обрисуем перспективу. Люди живут на планете около 200 тысяч лет. Мы никогда не видели таких условий, которые недавно смоделировали климатологи. Какой уровень атмосферного углерода считается безопасным? Согласно ООН МГИК, это около 350 миллионных долей. Около 60 миллионных долей необходимо устранить из атмосферы, что эквивалентно примерно 450 миллиардам тонн СО2. Это число нам понадобится через минуту. Давайте пока отведем его в угол, сюда. Сколько из этого может быть депонировано в почву? Ответ — мы не знаем. Однако мы знаем, что возможно депонировать 10 тонн на гектар в год. Можно даже до 20 тонн на гектар в год. Как продемонстрировал доктор Дэвид Джонсон в Университете Нью-Мексико, он успешно восстанавливает почвенную пищевую сеть. Да, это передовое исследование, но с большими инвестициями. Этого можно достичь по всему миру очень быстро. Люди распоряжаются где-то 5 миллиардами гектаров по всему миру. Если взять за основу 20 тонн на гектар в год, это будет 100 миллиардов тонн за год. Общие выбросы парниковых газов на всей планете в 2019 году около 37 миллиардов тонн. Около 50 процентов поглощается в ходе природных процессов, согласно исследованию NOAA, и остается около 20 миллиардов тонн в атмосфере. Если мы будем только восстанавливать мировые почвы, то мы сможем потенциально депонировать около 80 миллиардов тонн в год. 450 миллиардов поделить на 80 миллиардов тонн в год означает, что теоретически мы можем вернуться к 350-миллионным долям, безопасному уровню за 6 лет, только восстанавливая мировые почвы. Конечно, этого не сделать в одночасье. Предположительно, на глобальное применение уйдет от 10 до 15 лет. Это более реалистичный прогноз. Если рассчитывать на сокращение выбросов парниковых газов, картина становится еще более оптимистичной. Восстановление почв может быть большим кусочком пазла в борьбе с изменением климата.